Всем привет друзья, вы на канале Шедыль Игровые Миры, меня зовут Дмитрий, наша ретро рождественская неделя с приставкой Sega продолжается и сегодня мы будем вспоминать, обозревать игру под названием Mortal Kombat 3, дополнительная версия под грифом Ultimate, то есть третья часть с добавлением новых бойцов, новых функций, различных, сейчас я нажимаю старт и мы переходим уже к предисловию. Ты был выбран, чтобы представить землю на турнире Mortal Kombat, помню, что хоть твоя душа и защищена от посягательств Шаукана, он может лишить тебя жизни, я не могу вмешиваться, пока боги внешнего мира правят на земле. То есть вот так вот отгородился от нас Рейден, сказал типа решайте свои проблемы сами. Ну а данная версия игры, я как уже сказал, она более расширена и имеет несколько новых режимов, например игру восьмером и четвером, если ставить разлетритель на джойстики, то можно было довольно весело подраться, играя по очереди команда на команду. Это конечно большой плюс, но естественно у меня такого разлетрителя в 90-е годы не было и быть не могло, потому что я даже его вживую никогда не видел, только на картинке. И приходилось играть версию игры вдвоем, это максимум. Но я вам скажу, первый Mortal Kombat, вернее не первый, а первая версия Mortal Kombat 3 обычная, мне понравилась больше. Она была какая-то лояльная к игреку что ли, вот ультимейт агрессивный. На самых высоких уровнях сложности, я не знаю, здесь играть практически невозможно было с компьютером. С друзьями естественно да, все нормально, как и в третьей части, а вот компьютер здесь действительно сумасшедший. Не знаю, оригинальная часть, возможно потому мне понравилось больше, что я провел в ней больше времени. С ультимейтом я познакомился уже на закате эры приставки Sega и поиграл в него совсем немного, совсем немного да, поиграл и по-моему даже не прошел, а может быть и прошел. Точно не помню, но в любом случае сейчас мы вот попробуем пройти. Нажимаю я на старт, вот высвечиваются те самые режимы, где мы можем поиграть четвером, два на два или восьмером, да. Либо четыре на четыре, либо друг за дружкой, этого я не проверял. Но в любом случае играть нам придется только в Mortal Kombat, где я буду один. В третьей части я играл за Джекса, Джекса да, проходил третью часть. Есть первый Mortal Kombat у нас на канале, я проходил за Люк Кейна, вот он родной, да. Ну а эту часть давайте наверное выберем представителя женского пола, потому что как-то обидно, да, то мы играем и играем за мужчину, а женщину как-то в стороне. Я собственно не любил играть за женщину, потому что как-то не чувствовал мощи и силы, когда проходил турнир. Но все-таки некоторыми мне удалось поиграть, и сейчас я буду вслепую, как говорится, вспоминать, как играть персонажами. Больше всего я играл по-моему с Сони и Синделл, но Соня... О, кстати, уже за меня выбрали, я ничего не делал, но это судьба, это судьба. Соня как-то мне тоже не очень нравилась, но Синделл по-моему больше она мне подходила и по душе, и по ее поведению на арене. Короче, я и здесь ничего не успел выбрать, за меня сделали весь выбор сами. Так, Шаокан вверху, Мотаро, Е, это я не помню что, Соня, кто-то из киборгов, Сектор, Джейд и какой-то мужик. Ермак зовут, да, кстати, серьезный мужичар. Так, давайте вспоминать, пока что он на меня не сильно нападает с первых минут, потому что, видимо, столбик первый, и сейчас я буду вспоминать, я помню, стрелять вот так, да. Ух ты, не подходи ко мне, я еще кнопки не освоил-то, мать твою. Так, назад-перед, опа, да, левитация, помню, было такое дело, пошел наверх, дружок. И еще я помню, так, не подходи ко мне, я еще не освоился, ну, скотина, и троечка здесь у меня была любимая, да, вот моя троечка, шикарно. Ну, и так добьем. Короче, не дает он мне опробовать все, что я хочу. Крик тут еще был, крик у Синдал был, сейчас я попробую воспроизвести. Да, да, помнят пальцы, помнят пальцы, вот только с компьютером его применить, ну, практически невозможно. Компьютер очень умный, и знает, когда я буду кричать, когда не буду кричать. Еще был, еще был, да, выстрел сверху был, вот, я его только что реализовал. Так, пора тебе умирать. Есть, помнят руки, друзья, это Бабалити. Вот так вот выглядит Бабалити. Я не помню Фаталити, как делать Синдал, но Бабалити помню очень хорошо. И, действительно, на родительской неделе мы убивать никого не будем, мы будем всех превращать в детей. Я еще помню, дружба была у меня. Дружба как-то делал, вот, только как. Так, вот, левитация, левитация, отличная вещь, кстати. Посмотрите, как я, смотрите, как я четко, да? Плюю на нее сверху. Ну, с компьютером это обычно не проходит, но, смотрите, охренеть, да? Шикарно. Милена охренела просто. Ну, а что делать? Есть, друзья, Флава с Виктори. И, смотрите, меня невозможно остановить даже после заставки. Я даже летал, когда уже победа произошла. Так, пошел вон, пошла вон, вернее, отойди от меня. Блин, мне бы еще раз... О, во. Тут можно троечку сделать, отлично. Опа! Волосиками, помню, тоже хватало, отлично. Тут еще серия руками была, но я ее, по-моему, наверное, не сделаю. Тут что-то у меня не получилось ничего сделать, но ладно. Нет, это смоук. Это демок наш дорогой. У него, кстати, есть притягиватель к себе. Ну, что, полевитируем или что с тобой делать-то, козлом? И у него есть еще исчезновение. Вот исчезновение это жесть, особенно когда... Блин, вот это вот хрень, блок надо ставить. Отойди от меня. Так, что-то я хотел сделать, покричать хотел, ну ладно. Вот, да, еще взлет, перелет, короче, я проиграл, наверное. Попробую его застрелить, конечно. Зараза, он меня убил. Да, он меня убил. Это не честно. Так, файт. Вот, вот, вот это ужас кромешный. Так, работает. Серия не прошла. Пошел вон. Блин, как покричал, почти покричал. Так, ладно, пора умирать. Пора, дружок. Раз, раз, ударить надо. Раз, синдол, раз. Есть. Жуть какая. Так, сейчас нужно побеждать. Так, раз. Троечка. Напрыг. Раз, два. Вот, зараза, не успел. Опа. Не срабатывает что-то у меня, дорогие. У меня была еще дружба в загашнике как-то делалась. Очень даже нетрудно. Ну, не знаю, сейчас попробую провернуть. Так, привет. Ну, тут уже идет игра на реакцию. То есть, по сути, за компьютерным бойцом успеть невозможно. Вот он сейчас все, попер, попер, попер и его не остановишь. Я только, вот видите, могу стрелять, и то он знает, где и когда будет лететь пулька. И баланс в ультимейт, ну, просто невозможный. Смотрите, я не могу ногу выставить. Этот парень знает каждую секунду и каждый миллиметр. И это самый первый столбик. Вот из-за этого, я помню, не взлюбил ультимейт, потому что одному в него поиграть полноценно, ну, не получалось. Компьютер иногда просто взбешивался. Он настолько агрессивно себя вел, что, ну, и бесконечно себя вел. Он мог стрелять. Вот сейчас вряд ли его перепрыгну. Смотрите, я выпрыгаю, бью ногой. Ну, Синдл, конечно, еще та черепаха. У нее очень медленные удары. И вот такие вот моменты. Вот, смотрите, он будет меня доставать и добивать, пока я не проиграю. Так, ну что, обычно вот у Субзиро, кстати, проблема с этим игроком в ультимейт. У него включается режим киборга. Вот сейчас, по-моему, он включен. Да, здесь, что бы ты ни делал, он постоянно тебя накажет другим. Другим способом. Только вот надо как-то в оборону уходить. Ну, или вот так. Или вот так подружиться с ним можно. Друзья, получилось сделать у меня френшип. Это дружба. Мы с ним помирились. Режим киборга не прошел. Так, френшип и бабалити сделали. А вот насчет фаталити я не могу, наверное, вспомнить. Так, сейчас будет женская битва. Так, две стервы встретили. Кстати, у них очень похожая манера боя. Практически идентичная. Одинаковые выстрелы, одинаковые тройки. Выстрелы даже идти одинаковые. Вот у нее есть удар, видите, велосипед вверх. Как у Люкена, фактически. А у меня есть крик. Так, ну давай нападать, что ты стоишь-то. Давай. Вот так вот, будем с тобой меняться. Урон примерно одинаковый. Тихо, тихо. Вот скотина со своими руками. Но здесь уже все. Здесь уже это никак не обыграешь. Вот так вот. Ну, тут очень мало времени дается на добивание. Вот большой минус игры в том, что... Если ты играешь с компьютером, времени на фаталити просто невозможно успеть ничего сделать. Только с другим игроком. Так, Кейно. Кейно, Кейно, Кейно. Почему буква Е? Я думал, Ермак может будет. Отлично. Ну, тут уже мега-супер реакция на троечку я, конечно, сделал, но не более того. Ха-ха. Ух ты, я забыл, что здесь вас много. Я уже расслабился. Опять Соня, фу. Я же только ее добил. Как же здесь... Я же только расслабился. Готово, сучка. Ух. Так. Хорошо. Отлично. Ну, у нее еще четверть линии, в принципе. Еще эту Соню поставили. Вот на кой хрен ставить двух бойцов одинаковых? Ну, я вот это не понимаю. Ну, как так рандомить-то можно? Ну, неужели условия нельзя было поставить? Последний боец не должен встречаться. Сейчас. Со мной. Честно скажу, большие упущения в этой серии. Огроменные упущения. Я тогда буду так играть, а что мне делать? Пришлось так действовать. А что делать? Ну, невозможно же играть. Тем более, два раза Соню убивать, это то еще удовольствие. Ладно. Собрались. Матара. Матара. Собственной персоны. Тот еще хрен. Тоже тут придется повозиться малость. Но у меня тактика с Матарой это напрыгни и убей. Он постоянно... Тихо, тихо. Отлично. Назад. Так, тихо. Я надеюсь, он один будет. Он еще и стреляется. Готов. Матара это не самый серьезный соперник. Пошел он. Ух ты. Эх, этот захват у него, это что-то с чем-то, я вам скажу. Ну, у меня, конечно, на Аперкотик он хорошо ложится у нас. Все, все, все. Уйди. Уйди, сволочь. Ух. Ну, все, Шаокан. Шаокан, собственно, персоной с королевой Синдал встречаются. Два зла. Два зла на одной арене. Тут тактика сейчас самая элементарная. Просто спасите меня кто-нибудь, да? Он сейчас меня будет избивать. И если его не заклинит, а тут его может заклинить. Клин заключается в том, что он в углу может зажать. Очень легко может в углу зажать. Но мне еще раза три его ударить надо. Готов. Ха-ха. Ух. Так, тут тактика та же. Поэтому лучше не... Сидеть. Сидеть. На тебе. Сидим дальше. Готов. Последний. Хо-хо. Смотрите, какая красота. Прямо в рог ему попал пальцем. Ну что, он здесь, конечно, более примитивен. И может делать однотипные удары на протяжении долгого времени. Но нам удалось. Нам удалось его поставить на место и пройти ультимейт. Первый столбик на сложности нормал. Я не знаю, какая там сложность по умолчанию. По-моему, нормал. Шао Кан уничтожен. Ты чемпион. И прошел я его за представителя прекрасного пола. Синдал. Синдал, ты нашел сокровища Шао Кана. Как следует подумай и выбери одно из них. Смотрите, сокровище МК. Троечка. Знак вопроса. Райден. Еще какие-то тут смертельные сокровища. Ну давайте выберем. Я правда не знаю, что это за сокровище. Добро и зло, да? Иньян или как это называется. Знак. Давайте его выберем. Случайный выбор награды. У Синдал было видение, из которого она узнала о своем настоящем прошлом. У нее и ее мужа Джерода была дочь Китана. И они вместе правили королевствами Днии. Которая пала перед войсками Шао Кана после поражения в турнире Mortal Kombat. Ну это вот такие вот истории. Да, используя силы Синдал, Шао Кан открыл портал НашМир. На последней схватке Синдал победила Императора, тем самым освободив землю и Эдению. В общем, это то, что случилось после победы над Шао Каном. Ну что ж, друзья. Вот так вот заканчивается история Синдал. После победы над Шао Каном мы залезли в его сокровищницу. Отыскали рандомный выбор одного из сокровищ. И это была предыстория Синдал. Там также, кстати, еще я помню по старой памяти была игра Galaxia. Но там нужно было играть вдвоем. Мини-игра встроенная в Mortal Kombat. И ряд боев с различными персонажами. Там, ну, Сайба, там, Смоком, по-моему. Непрерывных боев пять подряд бойцов идет. То есть, как бы испытания на прочность. Но это уже неинтересно. Ну, в целом, что я могу сказать, друзья. Мне все-таки Mortal Kombat 3 нравился больше. Именно потому, что компьютер как-то лояльнее относился к игроку. Здесь же очень сильные перепады от боя к бою. В одном бое наш соперник очень агрессивный. Может драться так, что просто не успеешь даже встать. А бывает поединок, что он просто стоит на тебя и смотрит. То есть, как-то несбалансирована здесь сложность. Не знаю, или это мне так кажется. Ну и с Шао Каном мне, если честно, я вам скажу честно, повезло. Потому что, потому что бывали такие бои, когда он начинает переть непрерывно. И бьет, 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 пока не убьет. Ну, а в целом, конечно, Mortal Kombat 3 великолепная игра. В которой лучше, конечно же, всего играть веселой компанией. Ну что ж, друзья, на закуску я вам оставлю сейчас в непрерывном нон-стоп потоке все фаталити Mortal Kombat 3. Все бабалити, все френшип и все бруталити. То есть, они пойдут один за одним. Кому интересно, оставайтесь и посмотрите, как они выглядят. Ну, а на этом мы с вами заканчиваем наш обзор. У нас еще остается из Сеги, из Сеговских Mortal Kombat'ов только вторая часть. Но мы ее как-нибудь в будущем тоже пустим в обзор. Посмотрим потом, как там обстояли дела. Конечно, не так, как здесь. Там более все примитивненько. Но, тем не менее, тоже интересно. Ну что ж, друзья, спасибо, что смотрели. Оставайтесь смотреть фаталити. С вами был Дмитрий. Канал Шедвель Игровые Миры. До новых серий. Пока. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok